Доброго ранку! Усим салют! Рады витать вас у нашим Доброранку! Привитанье Кветочка! Себры, а у вас есть хатные рослины? Кажут, что коли с хатними кветочками разговляют, яны будут лепш расти! А як у вашейсямида глядают за рослинами? Многие наши глядачи отказывают, что допомогают мотоле поливать кветки! Их это судовно! И мы у Доброранку выросчиваем хатние кветочки! Девчинки, а вы можете уявить, что был час, коли люди навык не сдогадывались, что у покоя можно выросчивать рослины? Хм, складано у это поверить! Люди не могли уявить, что кветки могут расти у вазонах на подвокольниках! И, напевно, спочатку придумали вазон, а после поспробовали перенести рослины с в улицы у жилё! И что, у них отрывалось? Не вельми! Хоть чему? У далёкие часы у домах были довольно маленькие окенцы! И Соненька, а мать, что не тропляла у покой! Да и лямбочек тогда не было! А без светла ни одна рослина жить не может! Правильно! На Соненьку всё добро расти! И рослины, и дети так само! Хе-хе-хе! В старожитном Риме поспробовали створить специальные домы для кветок! А-а-а! Як у ботаничном саде! А маль, что створали специальные стены, как к веткам не был страшный ветер! И навыц придумали саправдную систему для поливу рослин! А маль такую, яку и корыстаётся и зараз! А яким кветкам спадабалось расти у хатних умовах? Напрыклад, знайомому усім фикусу! А вось бульбу, томаты и слонечник привезли у Европу вядома за прыгожих кветок! Неужо! Гэты рослины выросчывали у вазонах упакои! Каліся так и было! А ці усе ведают, что рослины упакои да помогают зарабіць поветра чистым! Ді яшче! Яны узнімають нас троі! Вядома, калі за рослинами стара надаглядать, све часовы поливаць і навыць размаулять! Забры! Можете зараз проверить све вазоны с кветками, а пасля разом з нами поглядеть вультфильм! Ой, Танечка, ты запрашаєш нас погулять у футбол? Не, гулять у футбол упакои не самая лепша ідея! Та дына пэлна, ти хочеш загадать нам некую загадку! Правильно! И вы, сябры, поспробуйте її отгадать! Слухаєм уважливо! Уявите, що ми у космосі! У моїх руках Соніка, а боку планеті і шмат яскравих зорок! Таня, осторожна, Соніка вільми харачує! Пам'ятую, Лесик! А зараз отгадайте! Якоха померу буде наша земля, колесоніка помера с футбольным мячом! Ммм, земля буде маленечкає-маленечкає! Сябры, а ви шим можете поравнать її по мір? Колесоніка футбольный мяч, тады земля буде не більше маленьких горошок! А мы тады маленькі кропачкі на горошку! Не, ми басам вяснушки на шчошках і носіках! Якраз такі з'являються у моїх дітей вясною! Правильно, гэта вяснову подару на кац Соніка! А яшчэ, коли б ми трапили на Соніка, тады б стали тяжей у 28 разов! Лесик, ти добралічиш! Откажи, кольки б ми стали важить? Так, помножаєм! Ммм, нет, рымліваць, прикладно! Сімсот килограмм! А хто має таку вагу? Наприклад, дорослый зубр! Ух ты! А зубр лічится самою тяжкою живеюлою в Європі! Так що навіть самый маленький мотылёк на Соніку може стати вельми тяжким! Тільки вось до Соніка, яшчэ, ніхто не змог долететь! Да і вельми там спякотно! Нахай, ёну, ліпш нам світить і дорыть прихожі вяснушки! А зараз, самый час поглядеть в яшчэ один ранішній мультфільм! А хто гэта у нас, не кладя свій обуток на місце? Хто? Ой, гэта я так спяшался пасля ранішній зарадки! І не було часу кроссовки аккуратно поставить! Але я ўсё поправлю! Хмм, а вы ведайте, що зараз кроссовки лічится самым популярным обутком у свете? Я ведаю! Кроссовочки своє на місце поставил! Малайчына! А ўсе бачили, як выхлядають кроссовки сапраудних футболістів? У їх обуток со спеціальними шипами на падэшве! Гэта для того, каб спортсмен був більш устойливым на поле! Здається так! Так, а ведайте, що така модель отрималася випадкова? Не, расскажи! Один знакомітый шавец паспробаваў набіть ў падэшву невялікі цвіки! І отримаўся доволі зручный обуток! А пасляй он пачал гуляць ў іму футбол! І вільне яму гэта спадабалася! І напэвно, з гэта га часу і пачали спеціальна вырабляць спортивный обуток с невялікіми шипами! Вядуман! Але гэта ўжо булі незвычайні цвіки! Так, зараз шмат навуковаців працюець Минавіто над створэнням самого зручнага обутка для спортсменів! А самым тёплым обутком – личать валёнки! І іх на сів'яшча наші пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра бабулин! І пра-пра-пра-пра-пра-дядулі! Про валёнки навад верши да пісні складали! А майстров які вырабляли валёнки, называли шапавалами! Да добрых, а маэстро Навод у чаргу записывались А ли ладные валенки За усёдой лечились каштонной речу Не кожная семья Могла дозволить себе иметь Неколький пар валенок Тому старалась, что одни валенки Носили усёй семьёй по чарзе Девчонки-хлопчики А вы, коли-нибудь, пронервали валенки? У них тёпло и утульно А зараз самый час запросить У всех наших глядачоу Поглядеть ещё один цикавый мультфильм Ого Поколь мы глядели мультфильм Нам потелефоновал наш сябар Миша И он сказал, что учёра долго был на улице И теперь у него заболели щёчки и нос Мама Миши доктор И она вызначила, что Миша Свои щёки отморозил И одразу призначила ему лечения Сябры Давайте я ещё раз повторим Что робить, как ваши щёчки не змерзли По-перше, коли вы пришли до дому Треба одразу согреться Выпить тёплого чаю И вымыть тварык тёплой водой Только пить необходно тёплая И мыть тварык ручки тёплой водой А не горачай А обовязково одразу треба ухутаться у плед Только не у який мрази не трыть Щёчки рукавичками идти снегом И одразу скажите батькам, что ваши щёчки заболели Дорослые подкажут, что робить А коли спотребится, может и до доктора вас отведуть И памятайте, что заразь зима Но вот коли вы тёплой опранутой Носы щёчки могут хутко змерзнуть Так что не забывайтеся глядеть на годинник Коли вы идите на улицу А те уси умеют читать час по годиннику Коли нем, коли ласкам Попросите старейших братиков и сестричек Тебатьков И попросите их научить вас Возначать час Спочатку будет складано Алих это вельми потребное умение И вы николе не пераблытайте Какая стрелка годинника Показывая початок Доброранга Сможете и сами усим нагадывать Что мы с вами сострекаемся С понеделка по пятницу Ровно усим годин ранницы У нашим Доброрангу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин